В предыдущем видео мы говорили о точечной структуре Льюиса, и я показал вам, как превратить эту форму записи в схематическую структурную формулу. Такие формулы содержат ту же информацию, что и точечные структуры Льюиса, но их изобразить намного быстрее и проще. Здесь на фотографии представлена трехмерная шаростержневая модель молекулы. Но как мы можем представить такую структуру на плоскости? Давайте начнем с углерода в центре, я его обведу. Вот атом углерода. Обведу его фиолетовым и здесь, и здесь. Он СП3 гибридизован, поэтому вокруг него атомы образуют форму тетраэдра. Если посмотреть на этот углерод, то видно, что вот эта связь и эта находятся в одной плоскости. То есть вы могли бы изобразить их на листе бумаги. Итак, здесь наш углерод с этими двумя связями. Далее посмотрим, какие еще есть связи у атома углерода, отмеченного фиолетовым цветом. Очевидно, у него есть гидроксильная группа OH здесь, и обведу ее на другой схеме тоже. Она выходит на нас из плоскости. Надеюсь, вы сможете это визуализировать. На фотографии атом кислорода выглядит таким большим, потому что этот атом находится ближе к вам, по сравнению с остальными участками модели. Итак, данная связь выходит на нас из плоскости. И мы обозначим это в нашей схематической структурной формуле. Такой знак клина на схеме означает, что связь с гидроксильной группой OH выходит из плоскости. Теперь вернемся к схеме и посмотрим, с чем еще связан углерод. Это водород. Здесь мы не изобразили водород, но мы знаем, что он там есть. Он связан с атомом углерода, и эта связь направлена от нас. То есть она находится за плоскостью. Такое направление обозначается штрихами. Давайте посмотрим на атом углерода слева, который я ввожу голубым. На шаростержневой модели видно, что связь между углеродами и связь с водородом находится в одной плоскости. Поэтому давайте продолжим рисовать нашу схематическую структурную формулу и добавим углерод и водород. Обе эти связи находятся в одной плоскости, поэтому я изображу связь простой линией. Теперь обратим внимание на два оставшихся водорода. Я выделю их. Надеюсь, из фотографии понятно, что этот водород направлен на нас. То есть он выходит из плоскости. Значит, мы представим эту связь с помощью клина или вытянутого треугольника. Есть еще один атом водорода, связанный с тем же атомом углерода, отмеченного голубым цветом. Надеюсь, вы видите, что на фотографии эта связь уходит от нас, за плоскость. Углерод, обведенный голубым, также СП3 гибридизован. Поэтому атомы вокруг него образуют форму тетраэдра. А теперь посмотрим на последний атом углерода в этом соединении. Я обведу его красным цветом. Этот углерод также СП3 гибридизован, поэтому здесь будет тетраэдрическая геометрия. Если мы посмотрим на углерод, то увидим следующее. Эти две связи находятся в одной плоскости, поэтому мы изобразим здесь углеводородную связь в той же плоскости. Рассмотрим два других атома водорода. Итак, этот водород выходит на нас из плоскости, поэтому представим эту связь в виде клина. Последний атом водорода направлен внутрь плоскости, от нас. Поэтому на фотографии он выглядит немного меньше остальных. Эту связь мы изобразим желтыми штрихами. То есть, когда у вас есть тетраэдрический углерод или СП3 гибридизованный углерод, он обладает вот такой структурой. Другими словами, вы увидите две связи в одной плоскости, один клин и одну линию в виде штрихов. Обычно атомы водорода не подписывают, но они подразумеваются. То есть, мы можем еще больше упростить нашу трехмерную схематическую структурную формулу. Отобразим направленную на нас гидроксильную группу OH с помощью клина. А когда есть такая запись, то она подразумевает, что еще один водород направлен в плоскость, то есть от вас. Таким образом, умение изображать трехмерные схематические структурные формулы достаточно важно. Это помогает визуализировать сложные молекулы. В дальнейшем при изучении органической химии важно понять пространственную конфигурацию молекулы. То есть, какие связи направлены на вас, какие от вас и как выглядит молекула в трехмерном пространстве. Давайте разберем еще один пример. Слева изображена точечная структура Льюиса для ацетона, и сейчас мы быстро перепишем ее в виде схематической структурной формулы. Я обозначу неподеленные электронные пары. Как будет выглядеть трехмерная схематическая структурная формула для ацетона? Итак, на фотографии слева шаростержневая модель молекулы ацетона С3H6O. И надеюсь, вы видите, что все три атома углерода и пара концевых атомов водорода находятся в одной плоскости. Атом кислорода тоже находится в этой плоскости. Это легче увидеть на фотографии справа, где все эти атомы будут примерно так располагаться на листе бумаги, то есть они будут находиться в одной плоскости. Изображу три атома углерода, и согласно шаростержневой модели на фотографии слева, будут еще два атома водорода на концах ломаной линии. Они находятся в плоскости, как и атом кислорода. Добавим кислород. Я продолжу и обозначу неподеленные пары электронов у кислорода. Давайте сейчас сосредоточимся на углероде в центре. Хотя, знаете, я бы хотел вам кое-что показать. Завершим нашу трехмерную схематическую структурную формулу чуть позже. Итак, этот углерод, обведенный фиолетовым, скрывается позади ближайшего к нам углерода на фото справа. Но мы знаем, что углерод СП2 гибридизован. Поэтому атомы вокруг него имеют тригональную плоскую геометрию. Для такой связи очевидно, что все атомы, связанные с фиолетовым углеродом, находятся в одной плоскости. Я специально ее здесь изобразил. Сразу можно узнать СП2 гибридизацию. Давайте теперь посмотрим на другие атомы углерода. И начнем вот с этого. Я обведу его голубым цветом. Этот атом углерода СП3 гибридизован. Чтобы обозначить тетраэдрическую геометрию вокруг этого атома углерода, мы изображаем эти две связи в плоскости. Затем эта углеводородная связь выходит на нас из плоскости. Обозначим эту связь клином. И еще один атом водорода уходит от нас внутрь плоскости. Обозначим ее штрихом. Теперь посмотрим на атом углерода справа. Он также СП3 гибридизован. Поэтому мы ожидаем увидеть тетраэдрическую геометрию вокруг него. То есть эта связь будет находиться в той же плоскости, что и основная часть молекулы. Этот водород выходит на нас, а последний водород направлен от нас внутрь плоскости. Вот мы и закончили нашу трехмерную схематическую структурную формулу. Теперь вернемся к фотографии справа, где мы обвели структуру, как бы очерчивая лист бумаги. Представьте, что вы смотрите из этой точки пространства, где я изобразил глаз, на эту плоскость, и видите следующее – два атома водорода, выходящие на вас из плоскости. Я обведу их синим цветом и в схематической структурной формуле тоже. Вы также видите два атома водорода за плоскостью листа. Они направлены от вас. Выделим их зеленым цветом. Поскольку они направлены от вас, углеводородные связи обозначены штриховыми линиями в нашей схеме. Надеюсь, так вам легче представить эту конфигурацию в пространстве. Должен сказать, что для молекулы типа ацетона вам, скорее всего, не придется изображать трехмерную схематическую структурную формулу. Я сделал это, чтобы научить вас визуализировать трехмерные молекулы и сравнить СП2 с СП3 гибридизованным углеводородом. Но в будущем для молекул типа ацетона мы будем придерживаться схематической структурной формулы в этом виде, а не ее трехмерного эквивалента. Достаточно важно иметь представление о том, как записывать эти молекулы, строить формулы самостоятельно, визуализировать и понимать эту концепцию, прежде чем переходить к следующим разделам органической химии. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Продолжение следует...